Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн! У меня ловушка есть. Ну, конечно, вот здесь ее нету, к сожалению. Ну, ладно. Давайте заберем наши фреймы и будем надеяться и верить во все хорошее. Я пойду по озелененному пиому. По одной простой причине я хочу еще набрать чая. Вот. То есть без этого никуда. Еще бы мне, конечно, дерево порубить немножко. Давайте порубим. Вот. И, в общем-то, какие у меня планы на сегодня? Ну, смотрите, у нас уже... Ух ты, ё! Оно отвали! Оно отвали! Оно отвали! Оно отвали! Пипец просто! Порубил дерево, да? Сходил за хлебушком. Вот. Какие у меня планы на этот день? Ну, наверное, первый план это не сдохнуть. Вот. Это, наверное, первоочередной план. Вот. В общем-то, да. Я хочу сейчас... У нас день перед толпой. То есть седьмой день. Вот. И нам нужно уже укрепляться. Поэтому, наверное, я подготовлю сейчас, как-то сказать, оборонительные сооружения. Да, ребят, я тут немножко поразмыслил и понял, что оборонительные сооружения нужно все-таки делать не в доме. То есть, ну, дом я, естественно, окружу кольями, но все-таки оборону нужно строить не в доме, а где-нибудь в другом месте. Потому что если мне разнесут... Мне кажется, он ползет. Нет, нет, не ползет. Он сверху бежит. Нет? Мне кажется... Да-да-да, вот он бежит, бежит, бежит. Вот, оборону нужно строить конкретненькую такую. Вот, причем не рядом с домом, потому что если они прорвутся в дом, то все. То есть дом, дом это будет наша последняя линия обороны. Это прям вообще, ну прям, ну прям если совсем у нас прям будет все плохо. Хотя да, я колья... Я использовал колья чисто из-за того, что этот зомби был быстрым. Вот, то есть здесь зомби, кстати, по скорости тоже отличаются. То есть есть зомби, которые достаточно медленные, а есть зомби, которые достаточно быстрые. Вот, вот которые, вот как сейчас, например, да? Ну вот тот был мужик. Потому что вот этот вот... О, еще один там где-то ползает. Вот он у меня ползает, да? Нет, нет, бежит, бежит, бежит. Это все, с двумя мы будем вот так вот общаться. Так. Ничего-ничего, ребят. Ночью от зомби бегать это вполне нормальное явление. Я знал, на что я иду, когда спускался с камня. Хотя, с другой стороны, нет безопасного места ночью в Seven Days. Вот честно, даже на каких-то серверах, если играешь, там вообще пипец какой-то происходит. Знаете, вот делясь своим опытом, я как-то даже на PvP-сервере, когда играл, я умудрился ночью встретить тех чуваков, которые другие... Ну, плеер-кидлеров, да? Или как это, да? Тех-туганкой. Вот. Или... Ну, гриферами их точно не назовешь. Ну, в общем, чуваки, которые PvP-шатся ночью. То есть, серьезно, да? Под зомби, под этих. Да нормально, что? Это только хорошо. Вот. Но, честно говоря, я вот не знаю, на что сейчас похож PvP. На самом деле, ну, вот... В Seven Days'е как раз-таки. Учитывая то, что сейчас луки не попадают 100% в цель. Вот. Просто раньше, знаете, раньше была в PvP такая фишка, да? То есть, ну, понятно, что вначале ни у кого ничего нет. Но всегда находился чувак, который раскачивался, да? И у него был уже арбалет, ребята. Арбалет это было все. Это было убийство. Потому что арбалет, по-моему, с двух выстрелов точных тебя убивал. Ну, неважно, в какую часть тела. То есть, там... О! Можно скрапнуть. Этого, кстати, очень много получается. Этого. Так, давайте пока стекло выкинем. Очень много вот этой, да? Бра-брас-брас. Забыл, как это называется-то. Медь. Вот. И, в общем-то, да. Чувак с арбалетом, он рулил. Потому что ему не надо было натягивать стрелу. Ему не... Он просто вышел такой. Пуф! Выстрелил и побежал. Выстрелил. Пуф! Ты побежал, блин. И зачастую всегда ребята попадали тебе в голову. И все, и хана тебе. А, блин, из защиты у тебя на голове обычно даже ни фонаря не было. Ничего не было, ребят. Шапочка, знаете, это... Как ее называют? Как же, блин? Ну, шапка такая. Такая черненькая. Такая, блин. Надо было такое забыть, ребят. Зимняя, зимняя шапка у тебя на голове. Допустим, которую ты достал из дупла. Вот. И как бы ты сидишь такой и думаешь, блин, офигеть просто. Просто офигеть. Блин, еще один банда что-ли использовать. Ну, да. Ну, кстати, у меня брони-то особо нет, но, в принципе, меня на пару ударов-то хватило. То есть, в принципе, если бы на мне еще стальная броня была или железная. Ну, железная хотя бы. Давайте, да. Давайте не будем хватать звезд с неба. Слушайте, а неужели я не могу скраб делать? Подождите, скраб? Ну, блин, тоже книги нужны. У-у-у. Ну, это вот надо в какой-то большой город идти, где куча книжных полок. Наверное, в Дерсвинь или как его там, в Дурсвинь. Вот. Но это уже после волны мы пойдем. Вот здесь вот он где-то находится, насколько я помню. Вот. И мы туда обязательно сходим. Так. Я, кстати, даже не знаю, где я сейчас себе душ поставлю. Я, наверное, где-то в доме его воткну, чтобы он у меня сверху вниз там тек. Сейчас мы придумаем. Сейчас мы как в Майнкрафте сделаем, знаете. Я не знаю, конечно, получится у меня или нет. Но я надеюсь, что получится. Так. Да, у нас тут маленькая мусорка организовалась. Знаете что, магнума у меня все равно нет. Поэтому не вижу смысла его. Хотя можно же сейчас... А, нет, нельзя. Нельзя, 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 нельзя. Все. Иди отсюда. Так. Дом мой вот в этой стороне. Ну да, все в свой родной сожженный биом. Но зато, смотрите, у меня есть 15 хризантем, а значит 15 чая. А это значит, что у нас вообще просто... Персик. Можно даже... Не, подлутать я не буду. Не буду брать этот... Камушек. Так, все. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. Блин, я... Знаете, у меня такое впечатление, что ночью бегать гораздо безопаснее, чем днем. Честное слово. Вот у меня вот такое впечатление сложилось. Не знаю. Когда же у меня нога зажила, блин. Я думал, это торжественный момент. По-моему, это торжественный момент. Надо, знаете, фанфарами встречать. то есть вот у тебя нога зажила да и тебе такие зомби такие хлопают да такие ура молодец да мы знали мы знали что ты сможешь или что-то в этом роде еще хорошо что у меня свет есть такой халявный так что у нас здесь так здесь у нас да все жилет и переделалась так камень нам сюда не надо класть так давайте я сначала рецепты блундер буса посмотрите а подождите я не взял я не взял железку сейчас так так это мы положили двигателя положим наверх микс так сейчас был ландер блундер может блундер бас до блундер бас так ford stiron дерево пружина нужны и 2 2 трубы блин трубы я то что выложу помогли трубы я выложу трубы вернитесь вообще кстати надо все железо наверное ну все что связано с железками например вот такие вещи такие вещи перенести наверх стать умея уже есть металлической дверь странно почему я сюда него поставил я просто не улучшил а вторую я как бы оставил на сейчас решил никуда ее не использовать ладушки не сюда же вот сюда так сюда а так в бух все отлично бландер бас варится нет подождите не варится не разрешаю я ему пока сейчас мы же стрелы хотим сначала сделать я не знаю смогу ли я construction тус тайны нет нет ребят не будем на это вообще размениваться на то что я construction тус прокачает вот сколько у меня его 26 не хочу поинта тратить хочу ничего все птик ним будем железными стрелами отбиваться я думаю на первую толпу железные стрелы это вообще это это с головой хоть так это так так сколько сделаем наверное штучек 200 мы сделаем нам блин это на всем на все мое железо девушкин кот ладно ладно пускай варится 200 подождите там на три минуты всего лишь нужно раз-два-три да вот так вот на три минутки у нас ровно три минуты да и все и и отщепнулась пусть это это беда честно говоря я же не знал что столько стрелы у нас заберут а чё у нас бландер бас перестал работать и блундер бус вы чё перестали собираться так крабчик у нас надо сюда еще бумагу принести потому что из бумаги я буду делать патрончики как раз таки для него конечно у меня есть эти как у меня есть шотган да вот у него 73 дэмэдж подождите энтери дэмэдж сейчас как там написано блок дэмэдж энтери дэмэдж так сейчас я посмотрю просто сколько на бландер басе а я понял я я вспомню почему я его отменил потому что я хотел сделать стрелы ну ладно ребят мне очень сильно хочется посмотреть какой на нем урон и к тому же мне все равно переделывать еще арбалит так что эти надо шкульки взять поэтому да вот арбалет я переделываю по-честному как надо вот а этот бландер бас так смотрим а все равно у него видите у него другое оружие 13 энтери дэмэдж блин энтери дэмэдж придурок так подождите это при условии что я заряжаю его обычными патронами или что и сейчас подождите вот у меня есть патроны из айрона я сейчас попробую в него зарядить да честь попробовать сейчас не сюда патроны из айрона так эти один скрафтим может просто дэмэдж у него уменьшит улучшится тринадцать нет тринадцать стал господи чаще куром насмерть ладно какие я нам патроны могу делать все подождите могу ли я вообще патроны делать шот шотган шотган шелл надо выучить тоже нужна бумага и бакшотс да чё-то я подрастроился из-за блендер баса я думал что у него но хотя бы дэмэдж но смотрите у нас у дробовика дэмэдж сколько да у нас по моему пистолета больше урон чем у этого блендер баса вот они у дюро билите большой ну прям вообще не знаю что я продрастроился ребят немножко ладно ничего мы посмотрели блендер бас мы посмотрели что это такое вот и теперь совершенно спокойной совестью можем сказать что это говно ну ладно я из него еще не стрелял но на крайняк придется наверное так давайте-ка сделаем чай на все так мутилированную воду на все дано все 16 так и насколько это на нее две минуты так на 5 минут будем экономить дерево просто-напросто ну да пять минут где-то так ладно ладно ничего страшного ничего страшного так это я наверх положу бабы сюда тогда наверх перенесу патрончики ну можно короче парочку сделать этих а ну парочку меня не получится меня пороха нет ван я по крайней мере попробовал что это такое и понял что с этим лучше немножко повременить ладушки значит смотрим дальше значит айрона у нас это какой сейчас обратно обратно отправив переплавку уже сломавшиеся инструменты там кстати можно можно кстати ну-ка сколько пока айрона не дадут мне интересно сейчас подождите-ка так значит 28 было 28 ух ты что я них его так и десяточку отбавила так а лук арбалет смысле блин что я делаю 78 так 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 давай 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 варить 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 и дешкин код кстати он может так и не переделаться может я сюда его поставила он не переделывает скорее всего да наверное его просто будет надо будет выбросить ну ладно в общем во всяком случае старое оружие лучше в этот какого старое оружие лучше выкидывать в этот печку у не оружие топоры вот всякого да тут байду потому что они потом переделываются и как бы фактически возвращает все железо пою так где там этот файракс кстати он мне жизнь спас я зомби им порубил нет ничего грена не хватает вот так кнопочки мусорка какая-нибудь здесь чтобы вот выкинуть тут и все вот прям не на пол его скидывать а вот что прям 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 так нам нужно дерево нас осталось совсем чуть-чуть дерева не знаю смогу ли я что-то построить из этого но иди я можно сказать немножечко профукал время так перья нужно нужно 200 перьев так блин да ёшкин кот 1 2 3 4 5 все 200 перьев ровно да 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 я знаю так рецепты рецепты так все 200 стрел пошли так давайте давайте нам устраивать душ она из душ будет у нас следующим образом выглянуть значит у нас так здесь дверь выломана да мы сейчас сделаем вот здесь вот фрейм так во первых нам нужно так а там чего у нас здесь однослойный пол или многослойный до однослойный у нас пол поэтому надо будет наверно увеличивать так наверное это как-то вот так должно выглядеть да да не ну чё чё за ересь зачем мне пол увеличивать сейчас подождите ну вот так вот нам сделать раз два вот и вот здесь вот дырочку проделать хочу нас там топор сделался меня два ведра поэтому есть что есть я сейчас облажаюсь я хотя бы себе залью этот так ну и вот что то такое вот должно сейчас получиться у меня их тихо 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 ну матерь вашу и что это получилось да нет забери водичку забери водичку блин ешкин кот забирай воду ну забирай воду он ее просто куда-то дальше оттаскивает так подобрал у нас ничего не получилось да теперь у меня пол дома залита водой блин блин вот там у нас есть место для для прудика блин ну что это такое ну что это за за маленькая речушка говнюшка вот сюда вот да ёшкин кот может здесь недостаточно прокопано я уж не знаю давайте сделаем ровный ровный квадрат блин я ферсти еще тысячи сильнее перегрелся что там у нас чаем отлично выпить сейчас поровнее просто выкопаем вообще странности такие кошмак так теперь а речушка говнюшка моя какой я фигней занимаюсь ребят честное слово я уже не знаю куда ее надо налить чтобы пойду пол дома своего спасать дом я тебя спасу конечно еще я сейчас могу в доме прямо угорать посмотрите даже заклипнуть смогу вот настолько круто вода сделан а чем кстати разработчикам не понравилась идея воды знаете как как вот майнкрафте ну грубо говоря да то есть ты воду как бы блин она выглядит как блок и ты как бы ее можешь даже она вниз просочилась а подожди может на первом этаже у меня душ получился на фигушки мне тут вообще еще не видно зараза такая ну ладно ну давай доставай а ладно так а здесь то начать есть чем вода вас первого раза зачерпываю знаете ребят вот это еще не немножко меня раздражает наконец-то так ладно будет у нас вот этот речушка говнюшка с нами рядом ну ладно ну чё это такое на я когда в воде сижу то есть в моей джакузи вот этой вот импровизированный мягкой температура то вниз падает не прикиньте не падает я рвич мейки колдор смотрите когда вы промокли вам как бы прохладнее то есть вы чувствуете себя освеженным или что-то в этом роде да как то вот как то так это можно перевести но черт возьми я когда и когда в воде я не холодно мне наоборот жарко как в аду не ну это логично потому что в огненном биоме у нас же этот как у нас как бы тут жарко все такое вот ну ладушки что-то я уже увлекся этим чертовым увлекся этой чертовой фигней так ладно одно ведро мы тогда оставим еще на всякий случай про запас вдруг зомби все выпьют так мне кажется что вот этот вот дождь который у нас сейчас идет вот на данный момент мне кажется он типа горячий что-то в этом роде радиоактивные осадки либо зонтик можно было сделать так 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 да мне полюбас нужно дерево это даже не обсуждается так и я уже сейчас могу это я тупанул сейчас между же арбалет я пойду за деревом у нас у нас очень длинный день и очень много работы так рецепты поехали все остальное могу сложить наверх опять я перегрелся расчет такой-то ну что ты будешь делать и дима не чаще всех печь кто-то захожу так мой зелененький мой красавец свой 91 ребят это больше чем у дробовика между прочим были вот это вот это здорово теперь я рад прям так опять я перегрелся опять я перегрелся мы выпьем чащичку и побежим у тут сам бежать нам надо прямо понял 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 не дурак а хотя давайте каменные пока добьем чего-то там то есть там такой стол стучится дверь моя интересно короче смотрите что я хочу сделать я перед домом ставлю колья вот и перед домом строит две башни вот две башни будут окружены двумя рвами соответственно ну четырьмя рвами с каждой стороны вот и на эти башни может быть можно будет забраться только из моего дома вот еще я там приготовил один сюрприз этой фиговине под названием зомби вот и вообще по организации этих башен вот ну я конечно буду строить их при вас но вот всех секретов раскрывать не буду вот и в общем то да зомби я приготовил маленький сюрприз я надеюсь что у меня сработает если это сработает разработчики очень сильно облажались ну а я типа буду это крутым и веселым кстати говоря вы заметили у нас рядом с домом деревья вообще не вырос помните мы давным-давно сажали вот и они не выросли значит все таки есть какая-то разница где где сажать деревья это горькая правда мне деревом не убьет надеюсь нет а я знал я знал что так будет поэтому деревья лучше тоже где-то здесь ну то есть вот эти вот местах там я благо близко поселился вот зеленого биома то есть мне буквально через дорожку перебежать и вот я уже здесь полностью охлажденный вообще странно что они намутили с этим как у вас перегревом то есть ну логично да я то есть я в водичке до прохладь не ну конечно на улице это вот это немаловажно но все равно я как бы прохладной водичке дома и хотя нет я же остывал правильно то есть принципе не зря я сделал вот это вот маленький себе импровизированный тушь одета на душа особо ты не похожи вот но между тем все таки он спасает но им надо пересмотреть эту фишку то есть как-то им надо воду пересмотреть ребят потому что четко как странно она у них течет честно как бы по идее тоже бог это либо водопаде либо фонтанчик хотя с другой стороны у них получилось так как будто бы я не заполнил дырку хотя меня бы знаете меня бы устраивало бы если бы вылившаяся вода она бы просто была на месте стоял квадратиком вот и потом там типа в этот как делала в разные стороны ну там допустим на 7 клеток на сам майнкрат и не перестаю его вспоминать ребят потому что ну грамотно все-таки сделано конечно понятно что силу решения и графики вот но здесь я думаю тоже бы эта система достаточно хорошо бы прижилась камушек нам тоже на давайте выпьем у нас два пива в принципе это значит ребят что я в своем каменном биоме точнее в своем огненном биоме даже грядку сделать не смогу все грядки мне придется делать где-то здесь она и к лучшему сделаю себе какую-нибудь там я не знаю бойницу там маленькую чтобы если что зомби меня там не погрызли и все и совершенно спокойно буду сидеть здесь выращивать травку ну или что-то еще пара пара папа по дороге летнем зомби зомби полка он был был ну а хорошо сталинка пошла вообще с этим не вот интересные когда не все воды себе тут rpg систему но вот именно конкретно прокачку или что-то там родит но знаете это это же в принципе немаловажно ребят напишите комментарии что вы об этом думаете какую бы rpg систему вы хотели бы увидеть то есть представьте да вы хотели бы увидеть rpg систему вот как как вот она сейчас да то есть вот у нас есть скиллы которые качаются да вот и мы их прокачиваем и как бы на основе этого становимся сверхчеловеком вот или же вы хотели именно вот или же вы хотите ранее сказать систему такую вот как бы с прокачкой скиллов то есть тебе дают скиллы у тебя есть древо навыков, и ты, грубо говоря, там, с другом играешь, да, твой друг качается в ловушке, да, а ты качаешься в оружие. И вы такие, типа, вау! Ну, конечно, понятно, что это будет нечестно по отношению к игрокам, которые играют одни, вот, потому что у них ни того, ни того не будет. Ну, то есть, точнее, нет, у них 50 на 50 будет. Но, с другой стороны, кто говорил, что количество скиллов должно быть ограничено? Здесь же оно тоже, в принципе, ограничено. И уровень набирается каждый раз все сложнее и сложнее. Поэтому надо очень хорошо выбирать, что ты качаешь. Вот и все, ребят. Вот, то есть, вот, как бы, вот, вот такие два предложения, в принципе, есть. Было бы, наверное, здорово это все увидеть. Так, я не знаю, сколько мне дерево понадобится. Наверное, 4, 4 где-то стака мне понадобится. 5, 5, я бы даже сказал 5. Как раз-таки у нас еще утречко. Ой, слушайте, у нас тут времени вагон вообще. Я что-то переживал, что времени не хватит. А так, не, у нас целый день на носу. Вот, толпа начинает идти, как раз-таки, как начинается ночь, поэтому нам нечего бояться, пока пока там не наступит 10 часов. Я просто надеюсь, что я смогу построить свою вот эту вот штуку. Хотя у меня все для этого есть. У меня есть инструменты, у меня есть гаечный ключ, ребят. У меня даже есть молоток. Я, наверное, кстати, я, кстати, молоток должен сделать. Да, точно. Молоток с одного удара улучшает все блоки. Вот, а гаечный ключ, по-моему, с двух ударов. Вот. Зачем я, кстати, сейчас еще подрубаю камень, и вдруг у меня прокачается скилл, и я смогу сделать сталь. Вот. То есть, стальные наконечники я себе точно не буду делать. Вот. А вот как раз-таки, например, я не знаю, стальной топор, стальную лопату, ну и, в общем-то, все из стали, я думаю, мне бы очень сильно помогло. Так, где у нас еще... И вот я бы еще хотел бы камень подрубить. Вот. И все. Я думаю, нам уже хватит. Вот сейчас еще дерево. Вот. И будет у нас вообще все замечательно. Вообще не знаю, ребят. Вот тут как-то... Как-то вот заново интерес у меня, блин, простолся к целому трейсу. Я уж не знаю. Видимо, правильно сделал я, что устроил такой перерыв с 13-й альфа до 14-й. Вот. В принципе, может, тогда это действительно помогло. А то бы я такая 14-ая альфа бы вышла, то я бы, наверное, я бы, наверное, два стрима бы провел вот так. А, нет, ля-бля-бля-бля. Здесь все равно то же самое фигня. Да ну я в жопу. А тут, видите, так, ну, хардкорчик вроде врубил такой, и все так нормально пошло там. Экс. Конечно, да, вот недоработки... Игра просто не рассчитана на хардкор, скажем так. Вот у нее нет вот этого запача. Блин, сколько здесь коле это моих. Пипец, я тут, наверное, драпал. Это там камень нормальный? Нет, не нормальный. Так, глина. Глина, кстати, нам нужна. Нам нужна пару глины. О, дождик. Ну, ничего. Дождик это хорошо, на самом деле. Чем сильнее у меня сейчас выпадет температура, тем легче мне будет в моем биоме. Кстати, блин, жалко, что снега себе в трусы нельзя положить. Кстати, еще одна фишка для разработчиков. А почему из снега нельзя сделать какой-нибудь охлаждающий тоже напиток, да? Или, грубо говоря, в воду добавить лед? Ну, скрестить, да? Там, неважно, пускай там, я не знаю, мне понадобится 3-4 снега, да? Для этого. Ну, как бы сам факт, да, что мы в воду добавили снег, и он тоже дает кулинг-эффект. Было бы здорово. Вот, но сейчас опять начнется так, типа, а, блин, да что за фигня, типа? Это же будет дисбаланс. Да нет, ребят, ну за снегом же надо еще сбегать, его еще надо добыть. Я, конечно, понимаю, что горы снега будут просто размайнены, да? На каких-нибудь серверах. Потому что все такие придут, сразу себе там по 2 тысячи снега запасутся, вот, и уйдут жить там, я не знаю куда, в пустыне. Но это было бы логично. Блин, у меня кончилось этот. У меня кончилась моя штучка дрючкой. Ну, пиво, в смысле. Так, 143, 144. Вот, два камня доберем и побежим. Я, конечно, ну да, почти 5 стаков. Нормально, мне этого хватит. Давайте, кстати, фреймы сразу начнем делать. Фреймы нам, наверное, штучек... Блин, ты еще и голодная. Блин, я еще надеялся, кстати, оленя встретить. Ну, что-то, видите, как-то я его не встретил. Что-то не подфартило. Так, а сколько у нас там... Блин, 165, я думаю, мне этого хватит. Давайте-ка я лучше... Лучше поищу чего-нибудь, животинку какую-нибудь. Где-то вот я в прошлый раз там оленя нашел. Пользуюсь опытом прошлых лет. Ой, это все это время у меня фонарик на башне горит. Ё-моё, а я-то думаю, что я так перегреваюсь? У меня аж фонарик был на голове. Ну, дурачок, ну, дурачок. Ой, я даже замерз. Не, лучше фонарик одену тогда. Надо тогда снять банданы и прочие гадости. Очки, бандану. Все, чтобы у меня был плюс один градус. Так, че у нас тут? Коробочкой. Вот бы рецепт там выпал на что-нибудь. Наверное, в дождь, знаете, рыба в дождь клюет, а животные в дождь не клюют. Ну, мне не нужна еда. Куда ж я без еды-то? Ну, ё-моё, ну, это, слушайте, ну, это не смешно. Ну, хоть поросенка какой-нибудь. Да хоть что-нибудь, наверное, хоть зомби, на самом деле. Я с него мясо соберу. В принципе, гнилое мясо-то можно есть. Просто смысл в том, что... Ну, я, конечно, не знаю, изменили они это сейчас или нет. Вот, но... О-о-о! Вот с этого... Вот с этого момента поподробнее. Hunting Rifle Parts. Так, футбольный шлем. Не знаю, кстати, по-моему, он температуру... Да, он делает тоже температуру в минус. Кстати говоря, я лучше в футбольном шлеме буду бегать, чем... Хотя нет, шапка минус 8 даёт. Хотя странно, блин. По-моему, футбольный шлем должен больше давать минус, потому что он всё-таки железный. Если ещё подкладку из него вытащить, то вообще, по-моему, будет офигенно. Такое прям... Хотя, знаете, если она... Если эта штука раскалится на солнце, то всё, пипец тебе. Представляете, да? Ты... Тебе клеймо на пол лица. Нет, ребят, вообще никаких животных. Вообще просто. Просто вымерли все нафиг. Надо уже переходить на вегетари... Да какая вегетарианская еда? Чё я не су, блин? Чё, офигели? Дайте мне кусок мяса, и я уйду. Ужас. Так. На. Ну... О, нитрит. Опа-на, опа-на. Вот с этого момента поподробнее. Ай-яй-яй, я его не могу добыть. У меня нет слота. У меня нет слота под нитрит. Выкину я землю, пожалуй. Вот это находка, ребят. Слушайте, рядом с углём прям. Хотя вот, чтобы это был нитрит. Пожалуйста, будь нитритом. Нет, это уголь. Нам-нам-нам-нам-нам, либо фойл. Так. Нет, ребят, уголь важнее. Сейчас мы ещё по дорожке порох будем делать. Это я удачно, ребят. Это значит, что я сейчас себе парочку патронов могу сделать. Правда, мне это надо будет изучить для дробовика, но я не против. Чё там надо для дробовика, кстати? Сейчас. Шотган, шотган. Бомб стак. Мо дэмэдж вис эбри ранг. Юэйм, мэйби, соу-соу бад. А, вот, кстати. Ты можешь быть не точным, но ты всегда сможешь этот какого. Ты можешь быть не точным, но будешь наносить гораздо больше дэмэджа. Так, сейчас. Шотган, шеллкрафт. 25 уровня гансмит. Вот так вот. Всё. Как гансмит интересно качать? Починкой оружия или деланием кучи блендербасов? Это, кстати, да. Вот это самый непонятный, наверное, скилл, который только может быть. Так, чё здесь? Блин, бумага. Ну, ладушки. Не. Вот так вот, ребятки. У нас проблемки. По одной простой причине. Потому что у нас, во-первых, нет еды. А во-вторых, я думал, что я смогу скрафтить патроны для дробовика. А не тут-то было. Меня так быстро спустили с небес. Кстати, а с чего качается... Наверняка на нём прямо написано, с гансмит, с чего он качается. Декресс репейр... Так. Гейн скилл байкрафтинг и репейринг итемс фромзис групп. То есть, с группы гансмита. По-моему, они обещали, что каждому... Каждому предмету они нарисуют, из какого... Из какого они... К какому они относятся. Ну, видимо, да. Надо чинить пистолеты, чинить эту всю фигню. Блин, бландер-бас чинить. Да ё-моё. Ладно. Вот я уже и перегрелся. Ну и хорошо. Одену-ка я всё. И даже вот эту штуку. Так. Ладно, побежали. Муфты её. Ты чё стреляешь-то? Чё бесишься? В сгоревшем биоме почему-то перестали появляться вообще животные. Вот, ну так вот, если подумать. То есть, раньше там можно было найти паросенков. Блин, я чё совсем перегрелся, что ли? Ну да, ребята, это какой-то кислотный дождик, по всей видимости. Вот, и поэтому под ним перегреваешься, как чёрт. Ну вы сейчас видите, да, что со мной происходит? То есть, я как раз-таки попал под этот... Под эту штуку, и вот, да. Ну ничего, у нас главное есть яйца, кстати. У нас есть этот... А, три куска мяса у меня ещё дополнительных есть. Всё, всё-всё-всё-всё-всё. Я же хомяк, я запасы на чёрный день. Ух ты ё. А ну верни мне арбалет мой зелёный. Я же запасался, ребят. Так. Поэтому ничего страшного. Я ещё принёс себе хризатемочек, 17 штук. Кстати, теперь я могу воду добывать из своего вот этого карьерчика. Я надеюсь, что он полубесконечный. Так, поэтому мы себе здесь более-менее худо-бедно... А, нет, выросли деревья, ребят, я дурак. Я вот-вот они. Слушайте, не, всё выросло, всё выросло, всё. Ну я рад, я рад. Я чётко там подрастроился, что ничего не выросло, а потом... Видите как? Так, сейчас тремясо, тремясо, тремясо. Где-то здесь они валялись. Нет, неужели я их съел? Да, во всей видимости, я их съел. Видимо, на последние три мяса я приготовил себе обед. Ну ладно, яйца у нас есть, если что. Вот у нас ещё есть вот эти вот... У нас есть ещё вот эти вот штуки. Поэтому мы сейчас, наверное, полностью заедимся и начнём потихонечку застраиваться. Так, всё, я думаю, достаточно на 36. Пока что оставим на голодные времена. Так, ну значит, здесь и остальное вырастет. Тогда уж при такой же логике, если следовать такой же логике, то, в принципе, я думаю, у нас все шансы. Так, сейчас мы ещё наделаем чай. Так. Так, чаёчек. Да, красный чай. Уф! Насколько это у нас... Блин, ещё один эвердроп! Ё-моё! Блин, в той стороне, в той стороне, в той стороне, в той стороне. Где-то здесь. На... Как-то мне НВ, на НВ нам. Блин, ладно. У меня просто нет времени. Блин, надо, надо хоть чаем за этот запастись. Сейчас, подождите. Скуночку. Я хоть один выпью. Так, 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 так. Это нам не нужно. Так, всё, побежали. На НВ. Блин, я только что практически оттуда. Блин. Я, кстати, первый до сих пор эвердроп не нашёл, но второй эвердроп, возможно, мне сейчас очень сильно даже поможет и выручит. Так, перегревался. Ничего-ничего, терпи, терпи, мужик, терпи. Я в тебя верю. По-моему, он достаточно близко падает. В любом случае, если за мной сейчас зомби увяжется, то я всё равно добегу до эвердропа, а потом уже, после того, как я его, ну, рядом с ним окажусь, я его подберу и... В общем, ну, короче, я понял одну народную истину, когда ты бегаешь по огненному биому. Ну, правильнее так сказать. Вот, значит, смотрите, когда вы находитесь на открытой местности, ну, я не знаю, я сейчас Америку, наверное, открою, очень сильно перегреваетесь утром. То есть, вот именно в раннее время, то есть, там, в 8 часов, да, там, вот сейчас в 12 даже, да. Вот, и ещё если идёт дождь, то это ещё сильнее происходит. Так, понятно, зомбятина. Так, ну, я вот помню, помню, что мне вот сюда. Да? Надо даже пиво хряпнуть. Даже пиво, мне пиво даже не жалко. Так. Блин, не хочу очень сильно зомбятина лагрить. Ну, потому что, блин, я хотел быстро собрать, быстро забрать и быстро побежать, а получится, как обычно, да. Олень ещё, ты ё-моё. Да где-то здесь этот эвердроп должен быть. Блин, вот, вот, на НВ, вот, вот, вот здесь вот где-то. В город, что ли, упал? Так, это больница, это ещё что-то. Ну, нет, ну, блин, ну, ну, что это за издевательство? Опять я нифига не нашёл, да что ж такое-то, а? Ну, вот Дерсвель хотя бы изучили. Он же вот прям-прям-прям-прям-вот, вот, вот, прям-прям-прям-вот здесь вот был. Хотя, возможно, он, кстати, на крышу, на крышу здания приземлился. Эйрдроп. Там нету эйрдропа. Ну, ребят, видимо, видимо, не везёт мне на эйрдропы. Считай, что я их включал, что я их не включал. Ужас. Блин, один эйрдроп мне пригодился. Да иди ты уже, зомби, блин. Я даже пиво потратил. Засранцы. Как же обидно, честно говоря. Давайте хоть оленя убью. Чтобы ему тоже было обидно. Так, иди сюда. Всё, отдыхай. Не, не. Не. И куда он делся? А, вот он. Я знаю, может показаться варварством и кощунством, добывать с него топором, но, по-моему, особой разницы нет. Топором по нему стучишь, что ты стучишь просто так. Ладушки, опять пойдём домой ни с чем. Но, с другой стороны, мы, знаете, мы нашли, мы нашли этот, как его, этот, как его называют. Мы, самое главное, нашли нашего оленя. И совершенно спокойно сейчас можем заняться тем, что приготовим себе бекона немножко. Вот, а по поводу того, найдём мы аэрдроп или нет, ребят, мы пойдём за ним после волны. Вот, как бы у нас будет вылазка в Дерсвельд, как раз-таки. Вот, и как раз-таки там мы найдём, попытаемся найти, потому что я примерно запомнил, где находится аэрдроп. Ну, то есть, на НВ, да, то есть, ну, если смотреть по направлению стрелочки. Вот, и как бы, я думаю, у нас вообще проблем не возникнет его найти. Я говорю, наверняка он просто в Дерсвельд приземлился, вот, и там оказался на каком-нибудь доме. О, поросёнок. О! Ты мой поросёночек. Мне, кстати, кость не выпала совершенно случайно. Нет, не выпала. Очень жаль. Так. Прю! 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 Ладно, это жестоко, ребят. Так. Вот и кость, кстати. Странно, да, с его свиньей одна кость. Странности... Подозрительно. Да. Да. Самое обидное, что времени у нас осталось ещё меньше. Такс. Быстрее, 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 пока никто не заметил, что у меня есть мясо, у меня есть еда. Вот, и, собственно говоря, эти две башни будут стоять вот здесь, одна здесь, другая там, вот, и как бы я с них и отстреливаться смогу, и зомби немножечко в западню, поймать. Так, ладушки, где у нас тут? Так, единицы надо, я сейчас все возьмём, которые у нас есть. Я, конечно, знаю, что я много пропустил, но на войне, как на войне. Так. Готовь. Так, и ещё пять мяса у нас в запасе останется. Я думаю, это вообще хорошо и здорово. Так, нитрит. Из нитрита, ну, не знаю, из нитрита можно сразу порох сделать, как бы даже не обсуждается. Как бы нитрит и порох, это всё, это прям стопудово. Не, конечно, можно было ещё медикаменты, но я вроде, я вроде как не этот, не прокажённый пока. Так, чё у нас тут? Так, 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 так. Так, так, так. Я не знаю, за сколько он там прожарится, вот эта вот вся фишка. Давайте 100 дерева поставим. Так. Так, здесь всё горит, здесь всё горит. Ладно, ребятушки, вот такая получилась серия. Блин, не нашли мой аирдроп, зато мы запаслись едой, запаслись деревом, запаслись камнем. Благополучно построили душ, хоть и самый такой фиговенький. Зато теперь у меня есть душ прямо в доме, то есть я могу вот так вот посидеть тут, короче, да, может даже захлебнуться. Наверное, лучше не стоит. Вот, и в общем-то, да, я могу здесь освежиться, охладиться. Ну, в общем-то, ребят, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вот, советуйте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте. И самое главное, смотрите мои стримчики, ребят. До новых встреч, пока!